Решим задачу по теории вероятности из единого государственного экзамена и основного государственного экзамена для девятого класса. То есть эта задача может оказаться и в ЕГЭ, и в ОГЭ. В группе туриста 8 человек, в том числе турист А, например Александр. С помощью жребия они выбирают двух человек, которые должны идти в село за продуктами. Какова вероятность того, что туристу Александру выпадет по жребию пойти в село? Можно по-разному решать эту задачу, по-разному рассуждать. Я предлагаю, на мой взгляд, самый простой вариант рассуждения. Чтобы не осталось никаких сомнений по поводу решения и никаких вопросов. Пусть мы имеем 8 туристов. Сразу покажем их. Например, вот это первый турист, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Теперь попробуем найти количество вариантов подбора двух человек из данных восьми. Нам надо посчитать, сколько возможных вариантов существует, вариантов отбора двух человек из восьми. Кто знаком с формулами комбинаторики, тот сразу запишет, что это будет число сочетаний С из восьми элементов по два. А это число сочетаний равно восемь факториал разделить на два факториал и разделить еще на восемь минус два факториал. Потом сократит. Вот восемь факториал, а вот здесь вот шесть факториал. Можно сократить на шесть факториал. Тогда после сокращения у нас получится семь на восемь умножить и разделить два факториала. Это два. Получается восемь на два сокращаем. Семь и четыре, двадцать восемь. То есть тот сразу получит количество вот этих возможных вариантов отбора. Двух человек из восьми. Но кто не знаком с формулами комбинаторики, тот должен рассуждать по-другому. И все равно получится то же самое число отбора. Сейчас посмотрим, как можно разобраться с этой задачей без формул комбинаторики. Попробуем рассуждать следующим образом. Вот возьмем первого туриста. Первый турист. Если он попадет в группу, то он может попасть в группу вместе, предположим, со вторым туристом. Или вместе с третьим, или вместе с четвертым, с пятым, с шестым, с седьмым или с восьмым. То есть получается, что у первого туриста может быть семь вариантов. Вот со вторым, с третьим можно почитать. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь вариантов. Далее, теперь возьмем туриста номер два. Предположим, что турист номер два попал в группу. Тогда турист номер два может попасть в группу также с первым. Но этот вариант уже учтен. С первым турист номер два уже отобран. Мы уже этот вариант записали. То есть он уже у нас учтен. Поэтому второй с первым уже учтен. Следующий вариант второй со вторым не может. Значит, второй с третьим. Два, три, два, четыре, два, пять, два, шесть, два, семь и два, восемь. Теперь берем туриста номер три. Турист номер три. Он может попасть с первым и со вторым. Но эти варианты уже учтены. Вот с первым, вот здесь со вторым. Значит, не учтены, когда третий попадет с четвертым. Пока что не учтены. Третий с пятым. Третий с шестым. Третий с седьмым. И третий с восьмым. Теперь берем четвертого туриста. Четвертый турист может попасть в группу с третьим, со вторым, с первым. Но это уже учтено. Значит, поэтому сразу берем четвертый с пятым. Четвертый с пятым. Четыре с шесть. Четыре с семь. И четыре с восемь. Следующий турист. Это пятый турист. Пятый с четвертым уже учтено. С третьим тоже. Ну и так далее. Почему? Потому что вот пятый с четвертым. Вот пятый с третьим. Далее. Вот пятый со вторым. Вот пятый с первым. То есть, вот эти уже варианты учтены. Значит, не учтен пятый с шестым. Пятый с седьмым. И пятый с восьмым. Так и запишем. Значит, пятый с шестым. Вот он. Пятый с шестым. Пятый с седьмым. И пятый с восьмым. Далее. Теперь берем шестого туриста. Шестой турист. Не учтен еще с седьмым. Шестой с седьмым и шестой с восьмым. И остался вариант седьмой с восьмым. То есть остался всего лишь один вариант с седьмой, с восьмым. И вот теперь если посчитать количество этих вариантов. То есть в первой строке 7 вариантов, во второй 6, 5, 4, 3, 2 и 1 вариант. Теперь можно и количество почитать. 7 плюс 3, 10. 6 плюс 4. Еще 10 это 20, 20 до 5, 25, 27 и еще 1, 28. То есть получается то же самое количество вариантов. Это значит общее количество вариантов, которое можно отобрать, равно 28. Мы знаем, что из классического определения вероятности следует, что вероятность любого события равна отношению m разделить на n, где m это число благоприятных исходов, а n это число всех равновозможных исходов испытания. Только что мы выяснили, что n получилось равно, общее количество исходов равно 28. А теперь посмотрим, какие исходы нас устраивают. Предположим, что турист А у нас находится под номером 1. Например, вот это турист А. Смотрим, сколько вариантов того, что турист А попадет в группу. Вот 1, 2, 1, 3 и так далее. Мы уже об этом говорили. Получается 7 вариантов. Вот какого бы мы туриста не выбрали в качестве туриста А, например, седьмого, у седьмого тоже будет ровно 7 вариантов. Вот шестой с седьмым, седьмой с восьмым. Вот седьмой, например. Если седьмой это туриста. И вот мы, если все эти варианты сейчас учтем, то получится тоже 7 вариантов. То есть получается, что какого бы мы туриста не выбрали в качестве туриста А, в качестве Александра, у нас все равно получается 7 вариантов групп, куда попадет этот турист. А это значит, что количество вариантов, которые нас устраивают, M, равно 7. Ну и теперь остается только подставить. То есть получается, что P будет равно 7 разделить на 28. Сокращаем на 7. У нас получается 1 четвертая. То есть пишем равно 1 четвертая, а это равно 0,25. Таким образом, в ответ мы запишем 0,25. Пишем ответ. Ответ 0,25. Задача решена.